Всем привет, дорогие друзья и враги. Как вы, наверное, уже заметили, все очень плохо, но давайте по порядку. Сначала началось вроде как все достаточно позитивно, но на самом деле не очень позитивно. Начали выходить в новостях в СМИ, скажем так, заголовки, что якобы в Казахстане хотят запретить писать о геях. И на самом деле предложение было вообще-то о другом. Это просто ЛГБТ, радужные, скажем так, ресурсы у нас в СМИ исказили смысл этих новостей. В принципе, они своего добились, то есть никто дальше заголовка, походу, и не читал. На самом деле в законе масс-медиа предложили поправку, чтобы отзывать лицензию у СМИ, если они пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию. Цитирую. Основанием для приостановления выпуска масс-медиа, либо распространения продукции масс-медиа, установленном законом Республики Порядки, являются пропаганда или агитация культа жестокости насилия, социального расово-национального религиозного сословного и родового превосходства и нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот решили добавить нетрадиционную сексуальную ориентацию в новой поправке. То есть, понимаете, запретить писать о геях ЛГБТ и отзывать лицензию у СМИ за пропаганду ЛГБТ, это как бы немножко разные вещи. Но так как у нас все издания радужные, то они просто переписали статью так, чтобы никто ничего не понял, и они своего, откровенно скажем так, добились. Но здесь есть проблема, потому что это обыкновенный популизм, так как прежде чем поправки какие-то предлагать в законе, сначала нужно написать, что такое традиционные сексуальные ориентации, нетрадиционные сексуальные ориентации. То есть, там страницы 2-3 нужно только описывать, что это за процессы. Так как юриспруденция – это наука неточная. Если что-то не является терминологией, то это можно трактовать просто как угодно, и любой человек в суде просто скажет, что он тут не понимает, что это значит, и, соответственно, ни у кого лицензию ты не отзовешь, и никак это трактовать не получится. Юриспруденция требует жёсткой терминологии, чтобы ЛГБД-активисты потом в суде, в своих СМИ не лукавили. Поэтому данная поправка – это просто популизм. К тому же депутат Асхат Аймагамбетов, который предложил вот эту самую поправку, имеет, скажем так, неоднозначную репутацию. Он в нулевых там ещё где-то засветился, по-моему, в Москве на ЛГБД-митинге. Недавно он оправдывал учителей. Помните, был скандал по поводу учителя? Попали на какое-то там мероприятие, где были трансвеститы. Вот именно это мероприятие оправдывал Асхат Аймагамбетов. Он говорил, что ничего страшного, как бы учителя просто развлекаются и вполне себе имеют право ходить на такие развлечения. Педагоги – это такие же граждане, как все мы. И никто не может быть ограничен в своих правах. Поэтому мы должны здесь, понимаете, чётко дифференцировать требования к педагогам. Конечно, высокие требования – это само собой. Но мы должны понять, что они такие же граждане. И здесь необходимо конкретно разобраться в случае, посмотреть, в чём в данном случае их вина. Поправку в итоге вы эту просто сняли. То есть она исчезла. То есть ЛГБТшники своего, как вы понимаете, добились. И это была просто вообще какая-то провокация. По мне так. Также вчера предложили лишать свободы за пропаганду ЛГБТ. Опять же, как гласили заголовки. Но заголовки, опять же, вводили в заблуждение. На самом деле, предложение заключалось в том, чтобы внести дополнение статью 174 УКРК «Разжигание ненависти». И вот туда хотят добавить всю ту же нетрадиционную сексуальную ориентацию. Как я говорил ранее, это чистейшей воды популизм. Так как сначала надо написать, что такое традиционная сексуальная ориентация, что такое нетрадиционная сексуальная ориентация. Иначе это работать просто не будет. Уверен, с этим предложением произойдёт ровно то же самое, что произошло и с предыдущим предложением. Испарился. То есть, создаётся в СМИ, знаете, такое некое ошибочное представление, что в Казахстане идёт некая борьба с ЛГБТ-группировкой. На самом деле, это просто дымовая завеса, которая, скорее всего, была организована и придумана самой министром информации и культуры Аидой Балаевой. Потому что её проект Айдбек Нукенов, который у нас является потерпевшим по делу Бишимбаева, хочу напомнить, является ЛГБТ-активистом. Почему-то от нас это всё скрывает. Ходит на тренинги по защите прав людей в организацию Human Rights Hub. А эта организация у нас является ЛГБТ-организацией. То есть, это довольно частое явление, когда ЛГБТ-организации, активисты, они создают вот такие вот псевдоправозащитные организации. И они на самом деле, эти организации защищают не права людей, а права ЛГБТ-шников. То есть, если вы к ним обратитесь, они скажут вам, ну, вы не радужны, поэтому вам не можем помочь. На самом деле, это дискриминация просто. И так как Айбек Нукенов и лоббирует закон типа семейно-бытового насилия, который они прозвали законом Салтанат, всё это в итоге лоббируется ещё под прикрытием дела Бишимбаева. Это и есть основная цель вот вокруг этого дела громкого, раздутого, до уровня сериала уже, в пропаганду которого вложили просто какие-то баснословные деньги. По сути, они просто лоббируют закон для себя любимых, для ЛГБТ-шников. Мы можем принять новые законы, потому что этот закон уже не раз останавливался до этого и переводился в режим ожидания словами «отложим, посмотрим попозже» и «собывался».